Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам три классных варианта по изготовлению финской свечи своими руками. Уже весна и становится теплее. Отдых на природе, палатки, это уже рядом. Выдал мне строительный товарищ пару елочных бревен, с которыми мы и будем проводить эксперимент. Диаметр бревна почти 24 сантиметра. Делаем разметку, чтобы получить три одинаковых пенечка. Длина каждого будет по 30 сантиметров. Для теста этого хватит, а на практике я бы сделал чуть подлиннее. Заводим пилу. И отрезаем три заготовки. Итак, имеем три добровольца. Первую финскую свечу мы сделаем при помощи топора, вторую свечу при помощи бензопилы, ну а третью с помощью шуруповерта. Хотя этот вариант лучше заранее заготавливать дома, чтобы не таскать с собой лишний инструмент. Итак, первое бревнышко нужно расколоть примерно на 5-7 частей. Складываем их вместе и теперь нужно отколоть по чуть-чуть с каждого края, чтобы у нас получилось небольшое отверстие по центру. Чтобы собрать пазл, и он держался надежно, я использую вязальную проволоку. Хотя подойдет абсолютно любая, лишь бы не сгорела. Связав все в едино, первая свеча у нас готова. Теперь поехала вторая. Тут мне будет помогать бензопила Штиль МС-250С. Это практичная и мощная бензопила для заготовки дров и деревянных построек. Если есть необходимость подтянуть цепь, то нужно лишь ослабить гайку, крепление крышки цепной звездочки. И с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется. На пиле установлен металлический зубчатый упор. Крышки баков открываются очень легко, быстро и без инструмента. Имеется также заслонка зима-лето. Она нужна для того, чтобы зимой карбюратор не замерзал. И используется при температуре до плюс 10 и ниже. Ну и комфортный запуск с помощью пускового устройства Эрго Стар. Вообще упрощает запуск пилы. Завели пилу и можно сразу начинать работать. Делаем три пропила, чтобы получить 6 насечек. Пропилы делаю не до конца. Оставляем примерно 5-10 сантиметров, чтобы бревно имело устойчивость и не развалилось. И второй доброволец тоже готов к тесту. Третий вариант финской свечи делается при помощи шуруповерта и сверла. У меня переевое сверло на 50 миллиметров. Сверлю практически на всю глубину, оставляя до края также 5-10 сантиметров. Тут нужен либо длинный хвостовик, либо дополнительный удлинитель. Затем размечаю боковую стенку и также делаю отверстия, чтобы они встретились друг с другом. Готово! На свежем воздухе в походе разжигать такие свечи можно мелкой щепой, сухой травой, да чем угодно. Но у нас небольшой тест и надо, чтобы свечи зажглись практически одновременно. Также установил дополнительную камеру, чтобы увидеть быстрый процесс горения. Поэтому в каждую свечку капнул по крышке топлива и поджигаю. Сразу виден результат, что свеча, которая сделана бензопилой, дает хороший жар. Затем на подходе свеча из топора и лишь только потом уже догоняет с отверстием. На такие свечи можно легко поставить сковородку или кастрюльку или чайник. Сверху поставить треногу и повесить казанчик, приготовить себе на обед уху или на вечер отменного плова. Уж поверьте мне, еда сделана на огне имеет очень хороший вкус. Прошло еще немного времени и видно, что вторая свеча горит быстрее всех. Хотя и первая тоже не отстает. А третья, не спеша, стабильный огонек. Горели у меня финские свечи почти 4 часа. Напоминаю, диаметр бревна 24 мм, а высота всего лишь 30 сантимов. Ну и к этому времени горела до сих пор только третья свеча. В итоге я так и не дождался затухания и закидал ее снегом. Вот такие, друзья, три интересных идеи. С бензопилой вы получите сразу быстрый огонь. А с шуриком долгий, стабильный, небольшой, прям целый ночник. Свеча, которую делал топором, я думаю, можно тоже увеличить немножко время горения. Просто сделать центральное отверстие чуть меньше. Пишите свои мысли в комментах, друзья. Делитесь своим опытом и поставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей. Всем желаю вкусного обеда. Всем пока-пока.